МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ-21 продолжает работу в эфире. Вы смотрите новости в студии Элина Шагенова. Коротко о главных темах выпуска. Две недели до начала учебного года. Есть ли еще шанс поступить на бюджет? Это не обязательно ребята, у которых низкие баллы. Сейчас уже есть обращение от высокобальников. Мурманские вузы подвели итоги приемной кампании. Наши дети берутся за книжку, а дальше мы их уже не выпускаем из своих рук. Технологии на службе классики. Взрослые нашли способ привлечь детей к чтению. Двух миллионов точек каждую секунду измерялось. Суперскорость и суперточность. В Кольской ГМК применяют систему лазерного сканирования. Владимир Путин подписал указ о возрождении звания мать-героиня. Его будут присуждать женщинам, родившим и воспитавшим 10 детей. Однако есть условия. Младшему ребенку должен исполниться год, а все старшие должны быть живы. Мать-героиня войдет в список высших званий наравне с Героем России и Героем Труда. Вместе с орденом россиянки получат единовременную выплату 1 миллион рублей. Подобная награда существовала в СССР за 50 лет. Ею удостоили 431 тысячу женщин. Куда пойти учиться? Казалось бы, задавать этот вопрос 16 августа выпускникам уже поздно, ведь основной этап приема вузы уже завершен. Но в этом году для тех, кто не успел подать заявление или решил в последний момент изменить свой выбор, открыт дополнительный набор. В целом, два ведущих мурманских университета выделили для поступления в 2022-м более 1100 бюджетных мест. В Мурманском арктическом университете в первую волну зачислили более 320 студентов. География первокурсников обширная от далекого Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края до соседних Карелий и Архангельска. Надо заметить, что особого изменения в приоритетах не происходит на протяжении уже нескольких лет. Безусловно, в топе информационной технологии. Лечебное дело. В этом году впервые к нам пришли ребята на бюджетную основу. Это направления, связанные с педагогическим образованием, а также направления, связанные с экономикой. До 5 сентября все еще можно попробовать поступить на специальности, связанные с информационными технологиями и гуманитарными направлениями. На данный набор заявили 69 бюджетных мест в Мурманске и 21 в Апатитском филиале университета. И это не обязательно ребята, у которых низкие баллы. Сейчас уже есть обращение от высокобальников, которые по какой-то причине пропустили этап зачисления в столичных вузах. Своих студентов ждет и технический университет. Здесь принимать заявки на обучение бакалавров и специалистов планируют до 25 августа. На самых популярных направлениях, таких как информатика и вычислительная техника, нефтегазовое дело и судовождение, бюджетных мест уже не осталось. Но для тех, кто хочет получить востребованную на Севере специальность, отчаиваться не стоит. Хотелось бы, чтобы абитуриенты обращали внимание на те направления, которые востребованы у работодателей. То есть на те направления, на которые вы потом легко найдете работу. И здесь я бы хотела отметить такие направления, как автоматизация технологических процессов и производств, наши морские специальности, электрооборудование, автоматика судов и судовые энергетические установки, направления по кораблестроению. В современном мире задумываться о будущем стоит еще за школьной партой. Поэтому в Мурманской области с каждым годом растет количество профильных классов. В этом году в школах региона появятся сразу два новых профиля. Будущих судостроители будут готовить в Апатитах, Мурманске и Снежногорске. Кроме того, в Заполярной столице начнет работать психолого-педагогическое направление. Всего с 1 сентября в Мурманской области начнут работать свыше 270 профильных классов, в которых обучаются более 5,5 тысяч старшеклассников. Данил Скуратов, Севолод Краснов, Руслан Мавлютов, ТВ, 21+. К слову, с 27 августа по 4 сентября на улице Воровского в Мурманске пройдет традиционная ярмарка «На севере учиться», приуроченная к празднованию Дня знаний. С 11 до 19 для посетителей будет организован тематический арт-базар, мастер-классы, буккроссинг и развлекательная программа. На ярмарке разместятся и торговые ряды. Тем временем собрать ребенка в школу в России стало значительно дороже. Из-за роста цен на бумагу и комплектующие, средняя стоимость канцелярского набора первоклассника увеличилась практически вдвое. Если в прошлом году, по данным Росстата, она составляла чуть больше 2600 рублей, то в этом стоимость набора перевалила за 5000. Напомним, что в стандартный набор ведомство включает 7 позиций. Шариковые ручки, фломастеры, альбом для рисования, карандаши, тетради и рюкзак. Мурманские библиотеки продолжают совершенствоваться. Уже пятый филиал получил приставку «модульный». Что это значит, объясним в следующем сюжете. Библиотека, как простое хранилище книг, формат давно устаревший. Сейчас это территория общения, саморазвития, развлечения и, конечно, чтения. В Мурманске работают уже четыре современных, или, как их называют, модельных библиотеки. Еще две появятся в этом году. Одна из них на улице Пономарева. Вот мы в скольких бывали модельных библиотеках, там всегда есть дети. И нас, как учителей, как педагогов, это только радует. Потому что если эти библиотеки будут дополнять возможности школьных библиотек, школьного образовательного пространства, все это будет на наше будущее работать. Пространство станет более гибким. Например, здесь планируют расставить мобильные книжные стеллажи. Их можно передвинуть и провести в зале любое мероприятие. Появятся отдельные помещения для шумных компаний и для уединения с книгой. В проекте предусмотрено много техники. Например, система виртуальной реальности. Поиграли, позанимались чем-то в библиотеке, взяли книжку, тут же почитали. Это все взаимосвязано, но все эти новинки, они предназначены для того, чтобы привлечь книги. Рано или поздно наши дети берутся за книжку, ну а дальше мы их уже не выпускаем из своих рук. На основной ремонт выделили средства из городского бюджета. Еще руководство учреждения получило грант 5 миллионов рублей по федеральной программе «Культура». На эти деньги здесь сделают индивидуальный дизайн, закупят оборудование и новые книги. Новая библиотека должна открыться в начале октября. Александра Клепцова, Лада Егорова, Борис Савельев, ТВ21+. 20 августа в Мончегорске состоится необычный концерт. Горожане выступят перед публикой собственными стендапами. Сейчас они готовятся, проходят школу молодого юмориста. Как научить человека шутить и что еще интересного происходит в рамках фестиваля «Табуретка» нам рассказали организаторы Амбарцум Симонянс и Марина Смирнова. Здравствуйте, Марина, Амбарцум. Уже начались уроки смеха с молодыми северянами? Как они проходят? Расскажите, вы читаете монологи или, может быть, смотрите юмористические программы? Значит, мы с ними делаем очень много разных упражнений, тренингов, разных техник комедийных изучаем. Для чего это нужно? Чтобы люди, во-первых, познакомились, расслабились, рассказали, то есть достать из людей факты о их жизни. После этого мы им уже говорим, рассказываем теорию юмора, рассказываем, как работает юмор. И они начинают превращать вот эти факты о своей жизни в комедию. Дальше идут репетиции, редактуры, подготовка к финальному выступлению. А какие основные вопросы у ребят? Им вообще, они боятся выступать на сцене или сложно найти какие-то темы? Темы, ну, на самом деле, надо сказать, я не стесняясь говорю про эту для меня новую особенность северных северян, как вы сказали. Достаточно закрытые люди, и они не прямо такие, ой, я сейчас все тебе расскажу. Нет, ушло какое-то время, силы, ресурсы. Пока сейчас мы уже очень близки, мы познакомились. Ну, кстати, достаточно быстро произошло. И они делятся с удовольствием. Вот это вот сложность. А, конечно, все боятся выступать. Профессиональные комики, артисты. Мне один актер как-то сказал, Амбарцум, когда ты перестанешь волноваться перед выходом на сцену, считай, ну, все, закончилась профессия. И, ну, в этом смысле я их очень хорошо понимаю. Но они смешные, монологи смешные. Я буду вместе с ними на сцене, поэтому будет, я думаю, классно. А что-то для себя подчерпнули интересное от них? От них, да, много. Но я не буду никаких спойлеров. Я хочу, чтобы это как-то в рамках моего ведения этого шоу осталось. Но, да, я много что интересного в целом и о людях, и о местности так вот узнал. Ну, я надеюсь, отчетный концерт пройдет успешно. Надеюсь. Марина, школа стендапа – это не единственное мероприятие фестиваля? Да. Расскажите поподробнее, что там простоит. Возраст вообще участников рассчитан от нуля до ста лет, потому что для каждого будут какие-то занятия. То есть для детей это будут цирковые представления, мастер-классы, какие-то игры. А для взрослых людей это будет краеведение, мода, бардовская песня. Для молодежи это будет художественный ринг, где можно будет с художниками-черкашинами побоксировать красками. Или скульптура из газет, или возможность создать различные технологические объекты, медиа-арт-носталляции, разные перформансы, возможность встретиться с писателями, обсудить писательское мастерство, как вообще попасть, если ты писатель сейчас, то как начать издаваться. Можно будет в формате открытого микрофона что-то выступить у табуретки. Это единственный день в году, когда можно подняться на табуретку и выступать прямо с табуретки. Поэтому те, кто хотят почитать свои произведения или чужие произведения, они могут записаться, приехать и выступать. Будет пленэр для всех желающих, не только индустриальный пленэр. Индустриальный пленэр пройдет 19-го числа, и профессиональные художники попадут на Кольскую ГМК. Там они смогут рисовать промышленные объекты, и выставка состоится на фестивале. А непрофессиональные художники могут приехать 12 часов в парк, и с ними будет заниматься педагог. И за день они смогут нарисовать картину, вести эту картину с собой. К нам приезжает шоу «Высокие братья». Это очень красочное представление из Москвы, цирковые. Очень известный Упсало-цирк петербургский, где участвуют в этом цирке трудные подростки. Кроме того, после этого мы переместимся в Дом культуры, где состоится премьера фильма «Дух Сейда». Актёры пройдут по красной ковровой дорожке. Будет премьера и встреча с актёрами. После этого состоится стендап-концерт. И всё это мероприятие, наш фестиваль, он завершится встречей с актёром Сергеем Селиным, известным всем как Дукалис. И вот очень всех ждём в Мончегорске, на табуретке. 20 августа. Спасибо большое за разговор. Я уверена, что фестиваль «Табуретка» нас порадует ещё интересными событиями. А мы непременно приедем и всё с ними. В Кольской ГМК введена в эксплуатацию современная система наземного лазерного сканирования. Умная камера способна составить геопространственную 3D-модель местности за считанные минуты. Сейчас происходит процесс калибровки прибора. Во время этого процесса он определяет наклон относительно осей координат внутри себя. Грубо говоря, работает как строительный уровень с пузырьком. Очень похожий принцип. После этого поворота он определил, что критических наклонов у него в данный момент нет. И он может спокойно начинать работу дальше. В случае возникновения таких критических отклонений или вибраций на строительной площадке прибор об этом уведомит. Принцип лазерного сканирования основан на использовании дальномера, измерения горизонтальных и вертикальных углов. При помощи этой технологии получается геопространственная 3D-модель. Данные модели мы используем на этапе подготовки к проектированию в рамках строительного контроля, аналитики существующих зданий и сооружений в эксплуатации, а также создания фототуров. Преимущество данной технологии в оперативном сборе и аналитике геопространственных данных, получении полноценной 3D-модели пространства, также данная технология позволяет работать в полной темноте и бесконтактно. Сейчас прошел один полный цикл лазерного сканирования с одной станции. С помощью прибора были измерены точки лазерного отражения. Около 2 миллионов точек каждую секунду измерялось. Кроме того, был произведен фотозахват. С каждой стороны прибора были задействованы камеры. Они участвуют в процессе взаимного ориентирования между станциями. Иными словами, прибор при его перестановке способен сам определить, на какое расстояние и в какую сторону он был перемещен для упрощения последующей обработки данных лазерного сканирования. Лазерная новинка, хоть и суперпроизводительная, но всегда работает в паре с традиционной геодезией. Первым на площадке появляется специалист с тахиометром. Его задача – создать разбивочную сеть для сканера. То есть ты вешаешь такие специальные марки, есть для тахиометра, есть для сканера. В частности, нам нужно засечься от марок, которые есть для тахиометра, и перенести координату и высотную отметку на марки, которые существуют для сканера. Затем второй человек выходит за сканером, сканирует, и уже на эти черно-белые марки, которые висят на зданиях, он уже сможет посадить свою съемку в пространственные данные. То есть лазеру без традиционной технологии как бы все равно никак? Нет, можно снять условно, но, конечно, для полноты картины, для того, чтобы у вас модель сидела именно в координатах, вам, конечно же, нужен стандартный тахиометр, нужно обеспечить площадку марками. Впервые новую технологию на Кольской ГМК отработали в условиях большой реконструкции центральной площади промышленной площадки в Манчегорске. В рамках проекта по благоустройству промышленных площадок компании подрядчики ведут работы на площади более 20 тысяч квадратных метров. Будут новые автодороги, будет комфортная зона отдыха для перерыва, где будут новые остановочные павильоны, навесы. Также будет в центре центральной площади стела с часами. Генподрядчик «Графитстрой». Работы ведутся в круглосуточном режиме, без остановки в соответствии с графиком. В июле 2020 года дизайн-студия Артемия Лебедева разработала единый для обеих площадок Кольской ГМК дизайн-код. Соблюдение данного свода правил позволит создать гармоничный и комфортный архитектурно-художественный облик промышленных площадок. Старая площадь и автобусные остановки, они были в очень плачевном состоянии. Генеральный директор Кольской ГМК Борзенко Евгений Викторович принял решение. Был разработан проект. Площадь будет современной, красивой и удобной. И люди будут с радостью приезжать на работу. Капитальный ремонт площади круглосуточно ведет бригада из 70 человек. В дальнейшем промышленная площадка Кольской ГМК будет оформлена в едином стиле. Здания и сооружения, в зависимости от функциональности, будут иметь свой цвет. А навигационные указатели помогут работникам и посетителям производства без труда сориентироваться. Петр Широбоков, Татьяна Лежняк, Александр Полистовский, ТВ21+, Мончегорск. Сдан первый в этом году двор, отремонтированный по программе формирования комфортной городской среды. У остальных бригад есть еще две недели, чтобы уложиться в сроки и не платить штрафы. За прогрессом на каждом объекте пристально наблюдают журналисты, представители городской администрации и, конечно, местные жители. Продолжит Кирилл Горопеняк. Во дворе дома номер 13 на улице Егорова. Теперь тихо. Техника уехала, как только подрядчик закончил работу на этом объекте. Установил новую подсветку зданий. Отремонтировал тротуары, пешеходную и проезжую части. Построить детскую и спортивную площадки из-за маленькой территории не получилось. Зато благодаря активному участию жильцов удалось уменьшить количество машин возле подъездов. Очень много обращений было. Инициативная группа жителей своевременно обратилась для включения в программу. Асфальт установили. Очень много столбиков антипарковочных установили исключительно по требованию людей. Они сами указывали, где их поставить, чтобы машины не парковались вплотную. И была свободная зона для прохода людей. На Егорово, 19, ремонт пока в самом разгаре. Оттуда доносятся знакомые звуки трактора, циркулярной пилы и генератора. Со слов администрации, мурманчанам осталось потерпеть около двух недель, прежде чем двор вернется в их полное распоряжение. Остальные 14 объектов по городу должны сдать до начала сентября. Кирилл Грабиняк, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Росавиация снова продлила режим ограничений в 11 российских аэропортах до 23 августа. Уже полгода люди не могут отправиться отдыхать в Краснодар или Анапу на самолете. Вместо этого они готовы лететь на север. Мурманск вошел в топ-20 городов, где отпускники проведут бархатный сезон. Такой рейтинг подготовил один из популярных сервисов путешествий. Больше всего билетов с вылетами в период с 1 сентября по 15 октября оформлено в Сочи. После по популярности следуют Москва и Санкт-Петербург. Также в пятерку востребованных направлений на осенний период вошли Минеральные воды и Калининград. Далее в списки Сургут, Тюмень, Новосибирск, а Мурманск на 11 месте. Согласно опросу в ЦИОМ, внутренний туризм становится все более востребованным. Почти каждый второй россиянин за последние пять лет хотя бы раз проводил отпуск в регионах страны. На Кольский полуостров едут в первую очередь, чтобы познакомиться с красотой северной природы. Ведь основные наши достопримечательности – это природные памятники. Только за прошлый год Мурманскую область посетила более 450 тысяч человек. Наш регион обладает огромным потенциалом в туристической сфере. Гости знают, что на Кольский полуостров можно ездить не только за северным сиянием зимой, но и летом, любоваться полярным днем. Чтобы оставаться на связи и быть в курсе событий, путешественники активно используют мобильный интернет. Для чего вы используете мобильный интернет, когда путешествуете? Навигация, связь с родственниками. Смотреть, какая погода, какое сообщение. Вообще все полностью, потому что я приехала из Германии, так что полностью на смартфоне все. Сообщения просто смотрю. Все. На общение, навигацию по достопримечательностям и другие сервисы, по данным Мегафонам, пользователи расходуют около 1 гигабайта за поездку. В этом году показатель вырос на 16%. Мы стремимся к тому, чтобы у мурманчан и гостей, приезжающих в наш регион, был стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам. Обладая мощной сетью, Мегафон не останавливается на достигнутом и продолжает улучшать качество связи и скорость. Так, в этом году, в первом полугодии, техническая служба модернизировала более 20 базовых станций. И благодаря этой работе скорость мобильного интернета выросла на 30%. Ежегодно в стране увеличивается количество гаджетов, растет число пользователей, а значит и нагрузка на сеть. Сотовые операторы проводят большую работу, повышая качество услуг, чтобы каждый смог комфортно и без перебоев отправлять и принимать данные. Компания постоянно инвестирует в надежность и безопасность своей сети. Недавно мы обновили наш центр обработки данных, повысили стабильность и безотказность размещенного в нем оборудования для обслуживания абонентов Мегафона и корпоративных клиентов. Компания «Укла», известная своим сервисом для определения скорости интернета «Спидтест», провела независимое исследование. В центре Мурманска средняя скорость скачивания превышает 40 мегабит в секунду. И таким образом, вот уже более пяти лет, компания «Мегафон» показывает лучшие результаты среди мобильных операторов. Неделя в Мурманской области обещает быть теплой, но не стоит забывать. Погода на севере переменчивая и морозы могут наступить внезапно. К таким изменениям лучше заранее подготовиться. Один из крупных отечественных оптовых поставщиков как раз сейчас распродает качественные пуховики и дубленки с большими скидками. Кожаная куртка в дождливый день или канадская Аляска в сильный мороз до минус 50 градусов. Верхнюю одежду по вкусу на выставке продажи найдет даже самый придирчивый покупатель. Норвежские пуховики, финские дубленки, парки и шубы – лишь малая часть широкого ассортимента. А наполнители пух-перо, биопух и верблюжья шерсть не сбиваются при стирке. В связи с ситуацией в мире наша компания решила полностью разорвать все отношения с западными партнерами-поставщиками. А что касается товара уже везенного, было принято решение распродать по всей стране в режиме «Нордическая неделя» по ценам, которых больше не будет никогда, то есть по ценам крупного опта. Непонятно, что сейчас будет с импортными поставками, а тут прям хорошего качества такая одежда. И я купила очень довольна. Да, очень комфортно, качество хорошее, цена приятная. Мне очень нравится, не хочется снимать. Распродажа продлится с 17 по 21 августа. Выставка будет работать с 11 утра до 8 вечера в торговом центре «Детский мир». Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.3wtv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Не забывайте про вайбер, ватсап и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Мурманской области на 17 августа. В Кандалакше температура воздуха поднимется до 26 градусов. В Умбе без осадков в среднем плюс 24. В полярных зорях столбик термометра показывает плюс 24, плюс 26. В Апатитах такая же температура воздуха. В Кировске без осадков в среднем плюс 24. В Кавдоре плюс 26, плюс 28. Зонтик не берите с собой. В Мончегорске солнечно в среднем плюс 25 градусов. В Лавозере плюс 25, плюс 27. В Оленигорске также без осадков – плюс 24, плюс 26. В Никеле температура воздуха поднимется до 29 градусов. В Заполярном также дождя не будет – плюс 27. В Североморске такая же температура воздуха. В Мурманске плюс 26, плюс 28 – солнечно. Вы смотрели новости на ТВ 21+. В студии была Элина Шагенова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова